Клинические рекомендации Клиническая рекомендация имеет типовую структуру и предназначены для врачей-кардиологов, терапевтов, рентген-эндоваскулярных хирургов. Следует сказать, что рабочей группой по подготовке этих клинических рекомендаций явилась группа под руководством профессора Юрия Александровича Карпова и меня, Барбараш, Ольги Леонидовны. В состав рабочей группы вошли Василий Васильевич Кашталаб, Мария Михайловна Руда и Алла Александровна Бощенко. Следует обратить Ваше внимание на то, что состав экспертного совета по обсуждению этих рекомендаций был достаточно широк. Это были представители кардиологического сообщества рентген-эндоваскулярных хирургов со многих авторитетных клиник и учреждений России. Стартует эти клинические рекомендации с определения ишемической болезни сердца, под которым мы понимаем поражение миокарда, вызванное нарушением кровотока по коронарным артериям и развивающееся в результате органических, необратимых и функциональных приходящих изменений. Главная причина органических изменений является поражение сосудов атеросклерозом. Главная причина функциональных изменений относится к эффектам спазма и внутрисосудистого тромбоза. Понятие ишемической болезни сердца включают как приходящие, острые, так и хронические стабильные состояния. Следует напомнить, что Европейское общество кардиолог в 2019 году в пересмотре рекомендации по ведению стабильных форм ишемической болезни сердца представило нам шесть сценариев хронических коронарных синдромов, которые представляют некую эволюцию развития коронарного атеросклероза. Вместе с тем, в настоящих клинических рекомендациях эксперты Российского общества кардиологов приняли решение о сохранении ранее существующих терминологий, понятий, и настоящие клинические рекомендации в этом нас убеждают. Клинические рекомендации представляют основные понимания в отношении теологии и патогенеза развития ишемической болезни сердца, делая акцент на то, что главной причиной развития ишемической болезни сердца является атеросклероз, базоконстрикция либо тромбоз коронарных артерий и представляют основные понятия в патогенезе коронарной недостаточности. Факторами риска ишемической болезни сердца являются традиционные для нас факторы, которые входят в разряд модифицируемых и немодифицируемых факторов риска. Российские эксперты особенно подчеркивают важность выявления социальных факторов риска развития ишемической болезни сердца. С какой целью следует оценивать факторы риска? Знание факторов риска крайне важно с позиции диагностики последующей ишемической болезни сердца, а также важно с пониманием в планировании принципов вторичной профилактики данного заболевания. Обсуждая эпидемиологию ишемической болезни сердца, я могу сделать акцент на том, что до сих пор болезни системы кровообращения являются ведущей причиной смерти в России и в развитых странах, а ишемическая болезнь сердца является причиной каждой четвертой смерти. К сожалению, 42% пациентов, умирающих от ишемической болезни сердца, это лица трудоспособного возраста. Обсуждаемые рекомендации дают нам понимание принципов кодирования клинического диагноза и патологоанатомического диагноза по международной классификации болезни 10-го пересмотра. Клиническая классификация ишемической болезни сердца представлена на слайде, и мы видим, что она представлена проявлениями безболевой и болевой ишемии миокарда. В рекомендациях приведена привычная для нас клиническая классификация стенокардии, с выделением стенокардии напряжения стабильной, с необходимостью указания функционального класса согласно канадской классификации. Напомню, что основной критерий, положенный в основу этой классификации, это толерантность физической нагрузки, порог физической нагрузки, который провоцирует болевой синдром грудной клетки. Для постановки диагноза ишемической болезни сердца необходимо наличие следующих критериев. Это характерных жалоб, выявленных данного анамнеза, оценивающих факторы сердечного сосудистого риска, а также выявления с помощью диагностических методов обследования скрытой коронарной недостаточности. Выбор стратегии обследования больного с подозрением на ишемическую болезнь сердца зависит от предтестовой вероятности ишемической болезни сердца и данных первичного обследования. Обсуждая сбор жалоб пациента, я сделаю акцент на важности понимания самого главного клинического синдрома, это болевого синдрома. Обсуждая с пациентом характеристику болевого синдрома, мы должны обязательно просить пациента указать на локализацию боли, на иррадиацию боли, на характер боли, продолжительность этого синдрома, а также факторы, которые провоцируют и купируют болевой синдром. Следует сказать о том, что выделяют типичную стенокардию. Под типичной стенокардией мы понимаем появление боли или дискомфорта в грудной клетке, возможно, с ирадиацией в левую руку, спину или нижнюю челюсть, продолжительностью от 2 до 5 минут, и эквивалентом такой боли может выступать одышка, ощущение тяжести и сжение. Кроме того, в качестве второго критерия типичного приступа стенокардии следует принять вышеописанную боль, возникающую при физической нагрузке или провоцирующейся выраженным психоэмоциональным стрессом. В качестве третьего критерия следует указать на то, что боль быстро исчезает после прекращения физической нагрузки либо через 1-3 минуты после приема нетроглицерина. Наличие трех критериев позволяет классифицировать этот болевой синдром как типичный болевой синдром. Наличие же двух критериев позволяет классифицировать его как атипичный болевой синдром. Если же у пациента имеется лишь один критерий в вышеописанных симптомах, то такой болевой синдром можно классифицировать как кардиология. Физикальное обследование является важной составляющей ведения диагностического поиска у пациента с ишемической болезнью сердца. При физикальном обследовании можем столкнуться с тем, что пациент со стабильной формой ишемической болезни сердца не имеет никаких аномальных изменений. Это не исключает диагноз ишемической болезни сердца. Вместе с тем, при осмотре пациентов мы можем найти симптомы сердечной недостаточности, отеки на ногах. Мы можем увидеть проявление семейной гиперхолестериномии, ксантомы, ксантелазмы. Кроме того, физикальное исследование позволяет нам заподозрить наличие сахарного диабета, если мы видим на кожных покровах расчес. О наличии мультифокального атеросклероза можем судить при исследовании лучевой артерии пальпации, при аускультации вместных проекций крупных артериальных сосудов. Оценка предтестовой вероятности выявления ишемической болезни сердца должна быть проведена каждому пациенту с подозрением на ишемическую болезнь сердца. Предтестовая вероятность – это простой показатель вероятности наличия ишемической болезни сердца. И он базируется на оценке характера боли в грудной клетке, возраста и пола пациента. Если при оценке предтестовой вероятности мы выявляем ее низкие значения, это менее 5%, это указывает на очень низкую вероятность выявления последующим ишемической болезни сердца. В этом случае диагноз ИБС может быть исключен после первичного обследования таких пациентов при отсутствии выявления факторов, повышающих предтестовую вероятность. Если у пациента при оценке предтестовой вероятности мы выявляем показатель более 15%, это указывает на умеренный риск выявления ишемической болезни сердца и требует проведения первичного обследования, включающих специальные и общие методы диагностики ишемической болезни сердца. Наконец, выявление предтестовой вероятности в диапазоне от 5 до 15 в целом обеспечивает хороший прогноз, но не исключает наличие у пациента ишемической болезни сердца и такого рода пациенты требует дальнейших клинических исследований. Наличие повышающих факторов вероятности ишемической болезни сердца или явных симптомов потребует дополнительных специфических обследований. На этом слайде мы видим оценку предтестовой вероятности ишемической болезни сердца. Следует сказать, что эта таблица, представленная в современных рекомендациях поведения пациентов с ишемической болезнью сердца, несколько отличается от предшествующей предтестовой вероятности, которая несколько завышала эти показатели и требовала выполнения диагностических процедур у ряда пациентов, не имеющих вероятности выявления ишемической болезни сердца. Всем пациентам с ишемической болезнью сердца или подозрением на ее наличие при первичном обращении рекомендуется проводить общий анализ крови с оценкой уровня гемоглобина, ретроцитов, тромбоцитов для исключения вторичного варианта развития коронарной недостаточности. Кроме того, всем пациентам с подозрением на ишемическую болезнь сердца и с наличием ишемической болезни сердца в последующем необходимо исключить наличие сахарного диабета, оценивая уровень гликированного гемоглобина, уровень глюкозы на точах и при необходимости проведения парарального теста толерантности к глюкозе. Следует указать и на то, что всем пациентам с ишемической болезнью сердца или подозрением на ее наличие для определения возможности назначения некоторых лекарственных препаратов, а также с целью оценки корректности выбранных доз, следует оценивать скорость клубочковой фильтрации. Всем пациентам с ишемической болезнью сердца либо с подозрением на ишемическую болезнь сердца мы должны провести оценку липидного профиля. Этот метод исследования является ключевым в лабораторной диагностике с оценкой не только общего холестерина, но и холестерина липопродив низкой плотности триглицеридов для выявления фактора риска и при необходимости коррекции терапии. При наличии у пациентов проявлений патологии щитовидной железы необходимо в план обследования включить и оценку функции щитовидной железы. При наличии у пациентов подозрения на проявление сердечной недостаточности первичное обследование мы должны включить и оценку мозгового натриуретического пептида. У пациентов с ишемической болезнью сердца при подозрении на нестабильность течения заболевания мы должны провести оценку биологических маркеров некроза миокарда, тропонина А и Т, в первую очередь с использованием высокочувствительных методов. У пациентов, жалующихся на симптомы миопатии, в частности мышечные боли на фоне приема статинов, необходимо оценить уровень креатинкиназы для исключения негативных побочных эффектов статинов. У пациентов с ишемической болезнью сердца, имеющих фибрилляцию предсердия, для выбора антикоагулянтной терапии и дозы антикоагулянтов следует оценить уровень креатинина в крови. Рекомендуется определение клиренса креатинина по формуле Кокрофта-Голта на основании исследования уровня креатинина крови у всех пациентов с ишемической болезнью сердца и фибрилляцией предсердий с учетом необходимости назначения антикоагулянтов. Инструментальная диагностика пациентов со стабильными формами ишемической болезни сердца подразумевает регистрацию 12-канальной электрокардиограммы в покое с расшифровкой. Этот метод очень важен с позиции выявления дополнительных признаков, повышающих предтестовую вероятность выявления ишемической болезни сердца. Так, наличие на электрокардиограмме в состоянии покоя признаков некроза миокарда, зубца КУ, сопутствующих нарушений ритма и проводимости, будет указывать на более высокую вероятность выявления у пациента ишемической болезни сердца. Кроме того, следует стремиться к регистрации электрокардиограммы во время болевого синдрома или после болевого синдрома для идентификации признаков ишемии миокарда. Трансторокальная эхокардиография в состоянии покоя с использованием доплеровского режима рекомендована всем пациентам с подозрением на ишемическую болезнь сердца. Такой подход позволяет исключить другие причины боли в грудной клетке, в частности перикардит, миокардит, поражение аорты, выявить нарушение локальной сократимости, являющейся атрибутом перенесенного инфаркта миокарда, измерить фракцию выброса как проявление сердечной недостаточности, оценить диастолическую функцию, наконец выявить клапанные поражения, которые могут проявлять эффект скрытой коронарной недостаточности. У пациентов с подозрением на ишемическую болезнь сердца в случае неубедительных результатов эхокардиографии целесообразно проведение магнитно-резонансной томографии сердца и сосудов, в том числе с использованием контрастирования в состоянии покоя. Всем пациентам с подозрением на ишемическую болезнь сердца без ранее верифицированного атеросклероза любой локализации рекомендовано проведение дуплексного сканирования экстракорниальных отделов сонных артерий для выявления атеросклеротических пляшек. Кроме того, следует указать на то, что прицельная рентгенография органов грудной клетки рекомендуется пациентам с нетипичными для ишемической болезни сердца симптомов для исключения иных заболеваний, являющихся причиной для развития болевого синдрома. Кроме того, холтеровское мониторирование сердечного ритма рекомендуется пациентам с болью в грудной клетке при подозрении на вазоспастическую стенокардию с целью регистрации характера изменения на электрокардиограмме. Следует указать на то, что у пациентов с подозрением на ишемическую болезнь сердца мониторирования ЭКГ не рекомендуется для выявления ишемии миокарда. Оценка предтестовой вероятности, а также выявление факторов, повышающих предтестовую вероятность и снижающих предтестовую вероятность, позволяют в последующем планировать дополнительные специфические методы диагностики ишемической болезни сердца. Факторами, которые модифицируют предтестовую вероятность ишемической болезни сердца, повышая ее, рекомендуется считать факторы сердечно-сосудистого риска, а также на электрокардиограмме выявление зубца КУ или изменение сегмента СТ и патологический нагрузочный ЭКГ, а также кальциноз коронарных артерий. Факторами, которые модифицируют предтестовую вероятность, снижая ее, рекомендуется считать отрицательные результаты нагрузочной пробы с электрокардиограммы, отсутствие коронарного кальция при проведении компьютерной томографии. Пациентам с очень низкой предтестовой вероятностью, менее 5%, при отсутствии факторов повышающую предтестовую вероятность ишемической болезни сердца, при отсутствии факторов высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и наличии факторов, снижающих предтестовую вероятность, рекомендуется ограничить проведенные оценки предтестовой вероятности и первичным обследованием, позволяющим убедительно отвергнуть диагнозы ишемической болезни сердца. Пациенты с очень низкой предтестовой вероятностью и факторами высокого риска сердечно-сосудистых осложнений рекомендуется проведение дополнительных специфических неинвазивных визуализирующих диагностических тестов для подтверждения или дальнейшего исключения диагноза ишемической болезни сердца. Пациенты с низкой предтестовой вероятностью, находящиеся в диапазоне от 5 до 15%, типичными симптомами или факторами, имеющих повышение предтестовой вероятности, а также при наличии факторов высокого сердечно-сосудистого риска, таким пациентам рекомендуется проведение дополнительных специфических неинвазивных визуализирующих тестов для подтверждения или исключения ишемической болезни сердца. Наконец, пациентам с умеренной предтестовой вероятностью выше 15% рекомендуется проведение дополнительных специфических неинвазивных визуализирующих тестов для подтверждения или исключения диагноза ишемической болезни сердца. В качестве первого неинвазивного визуализирующего теста для диагностики ишемической болезни сердца рекомендуется один из неинвазивных визуализирующих стресс-методов. Это эхокардиография с физической нагрузкой или через пищеводные стимуляции или фармакологической нагрузкой, а также с энтиграфией миокарда, позитронно-эмиссионная томография, однофотонно-эмиссионная томография с проведением функциональных проб. Неинвазивные визуализирующие процедуры стресс-тесты не рекомендуются пациентам, имеющих абсолютные противопоказания к нагрузочным тестам. В качестве альтернативы неинвазивного визуализирующего стресс-теста рекомендуется проведение мультиспиральной компьютерной ангиографии коронарных артерий, в том числе с проведением перфузии. Пациентам с ишемической болезнью сердца или подозрением на ЭБС рекомендуется рассмотреть нагрузочную ЭКГ. ЭКГ с физической нагрузкой или тридмили на виллергометре выполнены на фоне отмены антиэшемической терапии. Этот тест может быть рассмотрен как альтернативный тест для верификации ишемии в случае, когда визуализирующие методы технически выполнить невозможно. У пациентов, имеющих исходно депрессию сегмента СТ, у пациентов, получающих сердечные гликозиды или имеющих выраженное снижение фракции выброса левого желудочка, нагрузочная ЭКГ тест не рекомендуется. Выбор неинвазивного визуализирующего метода диагностики ишемической болезни сердца должен базироваться на особенностях пациента, на основании предтестовой вероятности, на наличие в клинике того или иного метода и уровня квалификации специалиста. У пациентов с более низкой предтестовой вероятностью, менее 15% и низкой вероятностью последующей ревоскулиризации миокарда, а также при ожидании изображения высокого качества в качестве первого теста визуализации может быть использована мультиспиральная ангиография коронарных артерий. У пациентов с более высокой предтестовой вероятностью, высокой вероятностью выполнения последующей ревоскулиризации миокарда, необходимости оценки жизнеспособности миокарда, при наличии технических возможностей и специалистов рекомендуется выбирать один из визуализирующих нагрузочных стресс-тестов в качестве первого специфического неинвазивного метода диагностики ЭБС. У пациентов, у которых в качестве первого визуализирующего метода была выбрана мультиспиральная компьютерная ангиография и были диагностированы сцинозы с неясной функциональной значимостью, либо метод оказался неэффективен, в качестве второго этапа следует отдать предпочтение визуализирующим нагрузочным стресс-тестам диагностики эшемии миокарда. У пациентов, у которых в качестве первого метода были выбраны визуализирующие стресс-тесты, но они оказались неинформативными или сомнительными, в качестве второго теста следует отдать предпочтение компьютерной томографической коронар-ангиографии. У пациентов с установленным диагнозом эшемической болезни сердца регистрация электрокардиограммы, проведение эхокардиографии в состоянии покоя с использованием доплеровских режимов с оценкой фракции выброса рекомендуется для оценки эффективности ревоскулиризирующих процедур, а также при прогрессировании сердечных симптомов, несмотря на оптимальную медикаментозную терапию и определение показаний для ревоскулиризации. Холтеровское мониторирование сердечного ритма рекомендуется пациентам с доказанной стабильной ишемической болезни сердца с подозрением на сопутствующие аритмии. Неинвазивные визуализирующие стресс-тесты, эхокардиографии с физической нагрузкой или через пищеводную электростимуляцию, фармакологической нагрузкой, рекомендованы пациенты с доказанной ишемической болезни сердца для оценки эффективности проводимых мероприятий, в том числе и ревоскулиризирующих процедур, для оценки риска развития последующих сердечно-сосудистых событий, либо для оценки показаний для ревоскулиризирующих процедур при неэффективности оптимальной медикаментозной терапии. При невозможности проведения неинвазивного стресс-теста у пациентов проводится коронароангиография с обязательным измерением фракционного резерва кровотока, который позволяет подтвердить наличие гемодинамически значимых поражений коронарных артерий. ЭКГ с физической нагрузкой на тредмиле или виллергометре рекомендовано пациентам с установленным диагнозом ишемической болезни сердца для оценки толерантности к физической нагрузке и решения экспертных вопросов. Кроме того, нагрузочная ЭКГ может быть использована для оценки эффективности проводимой терапии. В клинических рекомендациях представлены подходы к оценке функциональных проб при проведении коронароангиографии для подтверждения исключения вазоспастической стенокардии и стенокардии на фоне малоизмененных коронарных артерий. Даны обоснования к использованию внутрикоронарного измерения кровотока с помощью доплеровского датчика, с оценкой измерения функциональных проб с использованием внутрикоронарного введения ацетилхолина и аденозинофосфата. В клинических рекомендациях есть указания на то, что проведение хирургических вмешательств у пациентов с клапанной патологией сердца должно предшествовать этому, должно проведение коронароангиографии. В том случае, если у пациентов есть указания на сердечно-сосудистые факторы риска, в частности симптомы стенокардии, в том случае, когда у пациентов выявляется систолическая дисфункция левого желудочка или имеется определенный возрастной ценз, требующий проведения коронароангиографии. У пациентов с доказанной ишемической болезнью сердца коронароанграфия рекомендуется для стратификации риска сердечно-сосудистых осложнений, у пациентов с тяжелой стабильностью стенокардии напряжения, либо с клиническими признаками высокого сердечно-сосудистого риска. Особенно в той ситуации, когда симптомы плохо поддаются медикаментозной терапии, в том числе и без предшествующего стресс-тестирования. Инвазивное измерение фракционного резерва кровотока рекомендуется пациентам при отсутствии данных нагрузочных стресс-тестов для определения показаний кровоскулиризации. Исключением являются пациенты, у которых выявляются стенозы более 90%. Проведение коронароангиографии рекомендуется для переоценки выраженности стенозирования коронарных артерий по выявлению тяжелого кальциноза по данным мультиспиральной компьютерной томографии у пациентов с высоким или промежуточной предтестовой вероятности. Показаниями для проведения коронароангиографии при бессимптомном течении являются следующие. При отсутствии клиники стенокардия или бессимптомного течения возобнования, при отсутствии возможности получения данных нагрузочного стресс-тестирования, коронароангиография должна дополняться измерением фракционного резерва кровотока. Это рекомендуется для определения состояния коронарного русла у больных со слабовыраженными симптомами или бессимптомным течением заболевания на фоне медикаментозной терапии, у которых данные неинвазивных методов исследования указывают на высокий сердечно-сосудистый риск. Кроме того, проведение коронароангиографии рекомендуется пациентам с длительным анамнезом ишемической болезни сердца и высоким сердечно-сосудистым риском при появлении признаков ишемии по данным неинвазивного стресс-теста, а также при необъяснимом снижении показателей локальной сократимости миокарда левого желудочка. Все пациенты с подозрением на ишемической болезни сердца и все пациенты с ишемической болезнью сердца должны стратифицироваться по риску сердечно-сосудистых событий. Для оценки риска мы оцениваем значение при тестовой вероятности, данные электрокардиограмме при нагрузке, либо данные визуализирующих тестов с нагрузкой, данные эхокардиографии и результаты коронароангиографии. Вот на этом слайде представлены данные критерии риска сердечно-сосудистых осложнений по данным диагностических тестов. Оцениваются риски с учетом симптомов, при этом принимается во внимание предтестовой вероятности ишемической болезни сердца. Оценивается наличие низкой фракции выброса и наличие симптомов ишемической болезни сердца в сочетании с фракцией выброса ниже 35 процентов указывают на высокий риск развития осложнения. Стресс эхэгэ является также критерием оценки высокого риска. Стресс эхокардиографии имеет свои критерии оценки высокого сердечно-сосудистого риска. Наконец, стресс аффект или стресс позитронно-эмиссионной томографии имеет свои критерии оценки риска. Стресс МРТ, но и, наконец, стресс ангиографии. Коронароангиография изолирована, не используется для оценки сердечно-сосудистого риска. Вместе с тем, в совокупности данные коронароангиографии полезны для оценки риска развития сердечно-сосудистых событий. Кроме того, для оценки риска развития сердечно-сосудистых осложнений важна оценка и фракционного резерва кровотока, позволяющих оценить гемодинамическую значимость стенозов при пограничных стенозах. Лечение пациентов с ишемической болезнью сердца предполагает устранение модифицируемых факторов риска, подбор оптимальной медикаментозной терапии и рассмотрение вопроса о хирургических методах провоскулиризации миокарда. В клинических рекомендациях приведены подробные аспекты, касающиеся вопросом вторичной медикаментозной профилактики, направлены на отказ курения, медификацию диеты, физическую активность. Кроме того, сделан акцент на ежегодную вакцинацию против гриппа пациентов с ишемической болезнью сердца, что крайне важно в условиях пандемии. Кроме того, в клинических рекомендациях представлены целевые уровни артериального давления у пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией, а также даны указания на ведение пациентов с сопутствующим сахарным диабетом с достижением целевых уровней гликемии. Медикаментозное лечение пациентов с ишемической болезнью сердца нацеллено на решение двух главных задач – устранение приступов ишемии миокарда, стенокардии, позволяющую улучшить качество жизни пациентов. И вторая цель предполагает оптимизацию прогноза, снижение риска развития инфаркта миокарда и сердечно-сосудистой смерти. Прежде всего, рассмотрим лечение, направленное на устранение симптомов ишемической болезни сердца. Пациентам со стабильной ИБС рекомендуется назначение как минимум одного препарата для устранения симптомов стенокардии и ишемии с целью улучшения качества жизни. При стабильной стенокардии первого-второго функционального класса и при условии частоты сердечных сокращений более 60 ударов в минуту рекомендуется назначение в качестве первого препарата первой линии бета-адреноблокаторов или недигидроперидиновых блокаторов медленных кальциевых каналов веропомила или диалтиазема для снижения частоты сердечных сокращений до значения 55-60 ударов в минуту. Пациенты со стабильной стенокардии, имеющие третий-четвертый функциональный класс, таким пациентам рекомендуется сразу назначение комбинации бета-адреноблокаторов и дигидроперидиновых антагонистов кальция для достижения первого функционального класса. При недостаточной эффективности препаратов первой линии у пациентов со стабильной стенокардии рекомендуется добавить к лечению один из препаратов второй линии. Это могут быть органические нитраты или ивабродин или триметазидин, орналозин или некарандил. В зависимости от артериального давления, частоты сердечных сокращений и переносимости профилактики приступов стенокардии с целью достижения первого функционального класса стенокардии. У пациентов с проявлениями сердечной недостаточности с фракцией выброса ниже 35, с частотой сердечное сокращение более 70 ударов в минуту. При сохранении стенокардии, несмотря на прием бета-блокаторов, ингибиторов АПФ и антагонистов минералокартикоидных рецепторов, для снижения риска смерти рекомендовано назначение и вабрадина. При наличии противопоказаний к назначению бета-блокаторов или недигидроперидиновых антагонистов кальция, пациентам с стенокардии рекомендовано назначение и вабрадина при условии частоты сердечных сокращений более 80 ударов в минуту. Не рекомендуется комбинированное назначение бета-адреноблокаторов с недигидроперидиновыми антагонистами кальциями из-за риска развития суммарно-побочных эффектов. Лечение, направленное на профилактику сердечно-сосудистых осложнений, включает использование антиагрегантной терапии. Для профилактики сердечно-сосудистых осложнений всем пациентам со стабильной ишемической болезнью сердца в качестве ингибитора агрегации тромбоцитов рекомендуется назначение ацетилсалициловой кислоты в дозе 75 мг в сутки. При непереносимости ацетилсалициловой кислоты для профилактики сердечно-сосудистых осложнений рекомендуется назначение клопидогрела в дозе 75 мг в сутки. У пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца, имеющей высокий риск ишемических событий и не имеющих высокого риска геморрагических событий, следует рассмотреть возможность назначения двойной антитромботической терапии в виде присоединения к аспирину второго ингибитора агрегации тромбоцитов. Следует подчеркнуть, что при этом соотношение пользы и риска продления такой терапии должны пересматриваться регулярно. У пациентов, перенесших инфаркт миокарда и не имеющих кровотечения в первый год двойной терапии ингибитором агрегации тромбоцитов, рекомендуется рассмотреть возможность ее продления в виде сочетания ацетилсалициловой кислоты с уменьшенной дозой тикогрелора в дозе 60 мг 2 раза в сутки вплоть до 36 месяцев с целью профилактики риска атеротромботических сердечно-сосудистых событий. У пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца и высоким риском тромботических осложнений в сочетании с невысоким риском кровотечения рекомендуется рассмотреть возможность длительного использования ацетилсалициловой кислоты в дозе 75-100 мг в сутки в сочетании с ривороксабаном в малых дозах 2,5 мг 2 раза в сутки для профилактики развития атеротромботических сердечно-сосудистых событий. Двойная антитромботическая терапия у пациентов, перенесших инфаркт миокарда и не имеющих высокий риск развития кровотечения в течение первого года, может быть продолжена в виде аспирина в сочетании с клопидогрелом в дозе 75 мг в сутки. Кроме того, двойная антитромботическая терапия может быть представлена и в виде сочетания аспирина и прозугрела в дозе 10 мг в сутки. Пациентов стабильной ишемической болезни сердца, имеющих синусовый ритм, после проведения планового через кожного коронарного вмешательства, целесообразно продлить двойную антитромботическую терапию, основанную на использовании аспирина и клопидогрела в дозе 75 мг на 6 месяцев. В случае возникновения жизнеугрожающего кровотечения или его высокого риска, продолжительность такой терапии может быть уменьшена до 3 месяцев, а в случае очень высокого риска кровотечения до 1 месяца с последующей монотерапией ацетилсалициловой кислотой. Пациенты с ишемической болезнью сердца и фибрилляцией предсердия имеют показания к использованию оральных антикоагулянтов. В случае начала терапии антитромботическими средствами при отсутствии противопоказания к назначению параоральных антикоагулянтов, эти препараты являются предпочтительнее, чем назначение антагонистов витамина К. Принципы назначения оральных антикоагулянтов у пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердия идентичны тем принципам, которые мы обсуждаем для пациентов с фибрилляцией предсердий. У пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца и фибрилляцией предсердий с инфарктом миокарда в анамнезе и с высоким риском повторных ишемических событий, не имеющих повышенного риска жизнеугрожающих кровотечений, рекомендуется рассмотреть возможность присоединения к антитромботическому средству для парорального приема от стилсалициловой кислоты в суточной дозе 75-100 мг в сутки или клопидогрелла в суточной дозе 75 мг в сутки с целью профилактики сердечно-сосудистых осложнений. Несколько слов о введении пациентов с ишемической болезнью сердца и фибрилляцией предсердий, подвергаемых через кожному коронарному вмешательству в плановом порядке. Ацетилсалициловую кислоту и клопидогрелл рекомендовано назначить всем пациентам во время через кожного коронарного вмешательства для профилактики раннего тромбоза стендов. Всем пациентам фибрилляции предсердий при отсутствии противопоказаний рекомендуется назначать не антагонисты венамина К, а прямые оральные антикоагулянты. Это апексабан, риворексабан, прямые ингибиторы тромбина добегатран в дозах, рекомендованных для профилактики тромбоэмболических осложнений, включая инсульт. В случае, если у больного имеется высокий риск кровотечения, преобладающий над риском тромбоза стента для коронарных артерий и риском инсульта, рекомендуется предпочтеть возможность использования ореборексабана в меньших дозах 15 мг в сутки или добегатрана в дозе 110 2 раза в сутки в день другим антикоагулянтом. В случае неосложненного через кожного коронарного вмешательства при условии низкого риска тромбоза стента или при риске кровотечений, который превышает риск тромбоза стента для коронарных артерий, рекомендуется рассмотреть возможность ограничения длительной терапии аспирином в составе тройной антитромботической терапии в течение одной недели. В случае преобладания риска тромбоза стента для коронарных артерий над риском кровотечения, рекомендуется рассмотреть возможность продления тройной антитромботической терапии, основанной на использовании ацетилсалициловой кислоты, клопидогрела и антагониста витамина К до 6 месяцев. У пациентов с показаниями к назначениям антагонистов витамина К в комбинации с аспирином или клопидогрелом рекомендуется поддерживать целевое МНО в диапазоне от 2 до 2,5, а показатель терапевтического диапазона более 70%. В качестве альтернативы тройной антитромботической терапии, основанной на использование аспирина, клопидогрелом и антагонистом витамина К для парорального приема, рекомендуется иметь в виду возможность двойной терапии антитромботическим средством в сочетании с тикогрелором или прозугрелом. У пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца и высоким риском кровотечения из желудочно-кишечного тракта или при наличии кровотечения в анамнезе, получающих ацетилсалициловую кислоту или комбинацию нескольких антитромботических средств для защиты слизистой желудка и профилактики желудочно-кишечных кровотечений рекомендуется использовать ингибиторы протонной помпы. Гиполепидемическая терапия. При всех формах ишемической болезни сердца статины нужно назначать сразу после установления диагноза, независимо от уровня общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности. Эффективность терапии оценивается по уровню холестерина низкой плотности. Оптимальный уровень этого показателя должен быть менее 1,4 мл. или моль на литр. Или мы должны добиться снижения на 50% от исходного уровня. Лепидснижающая терапия при хронической ишемической болезни сердца проводится при отсутствии побочных эффектов неопределенно долго. Данные рекомендации представляют целевые значения уровня холестерина низкой плотности. И я повторю еще раз, для профилактики сердечно-сосудистых осложнений всем пациентам со стабильной ишемической болезнью сердца назначение статинов должно максимально стремиться к снижению холестерина низкой плотности менее 1,4 мл. или снижать этот показатель на 50% от исходного уровня. Для тех же пациентов, которые перенесли в течение двух лет на фоне лепидснижающей терапии повторное сердечно-сосудистое событие, рекомендуется рассмотреть возможность усиления лепидснижающей терапии для достижения целевого уровня холестерина низкой плотности менее 1 мл. На фоне максимально переносимых доз статинов или у пациентов с непереносимостью статинами рекомендуется к лечению добавить изотимиб для профилактики сердечно-сосудистых событий. У пациентов со стабильной ЭБС при невозможности достижения целевого уровня, несмотря на применение максимально переносимой дозы статинов в комбинации с изотимибом или у пациентов с непереносимостью статинов, рекомендуется назначить один из ингибиторов PCS-K9 – Алирокумаб либо Эволокумаб для профилактики сердечно-сосудистых осложнений. Несколько слов в отношении блокады ренин-ангиотензинальдостероновой системы. У пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца при сопутствующих заболеваниях, имеющих существенное излечение для прогноза, а это перенесенный в анамнезе после инфарктных кардиосклероз, наличие артериальной гипертензии, сахарного диабета, сердечной недостаточности. Для профилактики сердечно-сосудистых событий должны быть назначены ингибиторы ангиотензин превращающего фермента и при непереносимости антагонисты рецепторов к ангиотензину. У пациентов с сердечной недостаточностью и низкой фракцией выброса рекомендуется рассмотреть возможность назначения спиронолактона в малых дозах или эплеринона при факте перенесшего инфаркт миокарда в сочетании с ингибиторами АПФ и бета-адреноблокатора. Следует соблюдать осторожность применения этой группы препаратов с позиции нарушения функции почек и контролировать уровень калия и скорость клубочкой фильтрации. Хирургическое лечение пациентов со стабильными формами ишемической болезни сердца предполагает возможность проведения чрезкожного коронарного вмешательства либо коронарного шунтирования. Проведение хирургического вмешательства нацелено не только на уменьшение приступов стенокардии и улучшение качества жизни, но и для определенной категории пациентов для улучшения прогноза. Ревоскулиризация у пациентов со стабильной стенокардии и безбулевой ишемией миокарда нацелена на улучшение прогноза при наличии поражения ствола левой коронарной артерии, гемодинамически значимого стеноза проксимальной ветви передней нисходящей артерии, при мегасосудистом поражении коронарных артерий в сочетании с низкой фракции выброса и при наличии большой площади приходящей ишемии миокарда при проведении нагрузочных тестов. Для определенной категории пациентов проведение хирургического вмешательства нацелено на уменьшение выраженности симптомов ишемии миокарда. Для определенной категории пациентов проведение хирургического вмешательства нацелено лишь на устранение симптомов коронарной недостаточности. Выбор метода ревоскулиризации миокарда зависит от анатомических особенностей поражения коронарных артерий, сопутствующей патологии и вероятных рисков вмешательства, а также согласия пациента на конкретный вид оперативного вмешательства. Всем пациентам со стабильной ишемической болезнью сердца при ревоскулиризации миокарда методом через кожного коронарного вмешательства рекомендуется применять стенты для коронарных артерий, выделяющих лекарственные средства, вне зависимости от клинической картины, вне зависимости от типа атеросклеротической бляшки и ожидаемых плановых операций, независимо от продолжительности двойной антитромботической терапии и факта приема сопутствующей антикоагулянтной терапии. При выборе доступа при проведении через кожного коронарного вмешательства следует отдавать предпочтение радиальному доступу у всех пациентов с ишемической болезнью сердца, кроме тех пациентов, у когда вмешательство требует другого доступа. При обсуждении тактики операции коронарного шунтирования в качестве шунтов у всех пациентов рекомендуется стремиться к максимальному использованию артериальных шунтов. Это левая внутренняя грудная артерия, правая внутренняя грудная артерия, при необходимости лучевая артерия. Выбор метода ревоскулиризации между коронарным шунтированием и через кожным коронарным вмешательством пациентов со стабильной ЭБС с коронарной анатомией, которая подходит под обои методы, зависит от объема поражения, по величине шкалы синтакс и наличия сопутствующих заболеваний, в частности наличие сахарного диабета. Акцент сделан на то, что пациенты с ишемической болезнью сердца, в том числе пациенты, которые перенесли острый коронарный синдром через кожное коронарное вмешательство и коронарное шунтирование, должны быть включены в комплекс программы вторичной профилактики реабилитации с целью повышения приверженности к лечению, изменение образа жизни и коррекции сердечно-сосудистых факторов риска. Для того, чтобы программа реабилитации была эффективна, рекомендуется сформировать мультидисциплинарную команду специалистов с включением не только врачей-кардиологов, терапевтов общей практики, но и врачей-диетологов, врачей-физиотерапевтов, медицинских психологов и медицинских сестер. Все пациенты с неосложненными формами стабильной ишемической болезни сердца должны быть подвергнуты диспансерному наблюдению. Настоящие клинические рекомендации определяют роль врача-терапевта, врача общей практики, врача-кардиолога в процессе наблюдения за пациентами стабильной ишемической болезнью сердца. В клинических рекомендациях существует раздел организации медицинской помощи, где представлены показания для плановой и экстренной госпитализации и основания для выписки пациента из стационара. Завершающим фрагментом настоящих рекомендаций являются приведение критерия в качестве медицинской деятельности, которые базируются на выполнении основных диагностических и лечебных мероприятий. Выполнение электрокардиографического исследования и общего анализа крови, биохимического анализа крови, выполнение эхокардиографии, дуплексного сканирования экстракраниальных отделов сонных артерий, выполнение одного из неинвазивных нагрузочных тестов для верификации ишемии миокарда. Наконец, выполнение тех медикаментозных вмешательств, которые необходимы для снижения риска развития сердечно-сосудистых событий. Это ацетилс или циловой кислоты, а также включение в план профилактических мероприятий терапии, направленной на снижение риска развития сердечно-сосудистых событий. Это терапия аспирином, гиполепидемическими препаратами и препаратами из группы ингибиторов ангиотензин, превращающего фермента. Назначение бета-адреноблокаторов или блокаторов медленных кальциевых каналов или органических нитратов как линии, снижающих выраженность ишемии миокарда, направленных на улучшение качества жизни, является также критерием оценки качества медицинской деятельности. И важным критерием является достижение уровня холестерина низкой плотности менее 1,4 при назначении статинов или комбинированной гиполепидемической терапии. Своевременное выполнение коронарографии хирургического лечения является также критерием оценки качества медицинской деятельности. Ну и наконец, заключительным критерием является проведение повторных осмотров пациентов и оценка эффективности терапии не более чем через 6 месяцев от момента постановки диагноза ишемической болезни сердца. Уважаемые коллеги, я представила основные положения современных рекомендаций поведения пациентов стабильной ишемической болезни сердца. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...